Верёдочка уже истлела, а бурые пятна крови так и остались. Когда его ещё взяли в армию, он не знал, что попадёт в пограничные войска. Но, конечно, где-то в глубине души каждый мальчик мечтает стать десантником, моряком, наверное. Я не знаю, ему, по-моему, не было такого определённого желания. Я просто помню его письмо и помню его звенящий голос по телефону. «Мама, я не просто солдат, я пограничник». Вот это его была такая гордость. В ночь с 13 на 14 февраля 1996 года на пост пограничников в составе Евгения Родионова, Александра Железнова, Андрея Трусова и Игоря Яковлева напали бандиты. Боевики были старше и опытнее. Схватка была ожесточённой. Лишь истоптанный снег и кровь на снегу в эту морозную ночь оставались немыми свидетелями происходившего. Сто дней и ночей длились пытки и издевательства. Но это не сломило воли молодых солдат. Их казнят. 23 мая, в день церковного праздника Вознесения и в день рождения Евгения Родионова, жене за отказ снять православный крест и изменить вере, был обезглавлен. 16 февраля 1996 года я получила чудовищную телеграмму, в которой говорилось, что мой сын Родионов Евгений самовольно оставил часть. Прислал её полковник Буланчев. Меня вот эта телеграмма, она перевернула всё в моей жизни. Все женины друзья, и сама я, и его учителя. Никто не поверил этому. Но это было так больно. Я понимала, что это не так. И ещё пришло понимание, что Женя в беде. И 26 февраля, обросив всё, отослав больше 10 телеграмм, телефонных звонков и не получив разумительного ответа ни на одну из своих просьб, я бросила всё, работу, дом и уехала туда, на Кавказ. И только там, на Кавказе, когда я приехала туда, мне сказали, передо мной извинились, сказали, что мы поторопились с такой телеграммой, что Женя жив, что он в плену, и не один вместе со своими тремя сослуживцами. Осмотревшись всего этого, я поняла, что искать предстоит не одну. Что не потому, что не хотят, а потому, что в этой ситуации не мог. Мне не мог помочь никто. Мне пришлось сделать 70, больше 70 ксерокопий с фотографией, с единственной фотографией, которая у меня была на тот момент. Мне пришлось обойти больше 100 городов, сёл, маленьких горных аулов в Чечне, Ингушетии, частично даже в Дагестане. Помочь мирные жители мне не могли ничем. Помочь мне могли только боевики. Мне пришлось за эти 9 месяцев встретиться с Арби Бараевым, с Хаттабом. Дважды я жила в его лагере по 2 недели. С Гилаевым, Яндарбиевым, несколько раз с Масхадовым, с Шервани Басаевым, с Шамилём Басаевым, с Доку Умаровым. Я могу перечислять очень долго. 9 месяцев поисков Евгения они не прошли для неё просто коротким эпизодом в её жизни. Она поняла, что только Господь. Она осталась жива, благодаря Богу, потому что в неё ей стреляли, в неё бросали камнями, её избивали палками. И только Бог мог сохранить эту маленькую хрупкую женщину. Она перенесла все ужасы чеченского плена. Три дня она была в чеченском плену, и она не понаслышке знает, как бьют чеченские боевики. Её, в буквальном смысле, истерзанную и избитую, не подающую признаков жизни, с переломанными ребрами, с оббитыми внутренними органами, выбросили на улицу, посчитав, что она уже мертва. Она выжила. Двадцать с лишним раз мне пришлось встречаться с боевиками, уже торгуясь о выдаче тела. Не о выдаче, а о продаже. Если живой солдат на тот момент стоил 10 миллионов, то и мёртвый он стоил очень больших денег. С меня запросили за могилу из четырёх пограничников в десять тысяч долларов. За три дня я заложила квартиру. Единственное, что у меня было, у меня больше ничего не было. Мне дали деньги под залог половины стоимости. И с этими деньгами я улетела обратно туда, в Чечню. О павшие листья Коми земли сырой И стоя на краю этой могилы Я тогда сказала фразу, которую помнят все, кто был со мной в ту ночь. Если не будет крестика, то это не он, то я ни за что не поверю, что это он. Потом солдаты крикнули крестик. Первый раз в жизни Бог такой явный дал мне знак, что ни серебряный, ни золотой, простой крестик, самодельный крестик в один часов ночи среди этой грязной, перемешанной с листьями земли сверкнут крестиком. И тогда, впервые за эти долгие бесконечные месяцы поисков, я потеряла сознание. Мне казалось, что самое страшное позади. Только самое страшное оказалось.